Хорошо, добро. Вот Губань традиционно в прежние годы брала валом, а Ростовская область считалась тем местом, как и Ставропольский край, где качество было выше. В прошлом году, я помню на совещании, говорил об этом министр областной, что в сторону Кубани качнулись весы и по качеству. Вот как в нынешнем году, хотелось бы спросить Дмитрия Михайловича, как в нынешнем году ситуация, удалось ли восстановить вот это равновесие, что на Дону более качественная пшеница, чем в Краснодарском? Верночных данных, сильно такого нет, есть, конечно, жалобы на качество, в этом году, но прежде всего, связано все-таки, у нас период созревания пшеницы и укропы началось 10 дней, как минимум, один на респанк. Ну и второй факт, это все-таки, наверное, те сорта, которые здесь, от Анатолия Ивановича, сорта наши, к сожалению, они потихоньку вытесняются в Ростовской области, их доля снижается. В связи с этим, наверное, один из факторов тоже является, потому что всегда Анатолий Центр, нам сказать, этого имени Парионин, как назывался, он славился именно высококачественными пшеницами, прежде всего. Можно презентацию включить, как раз коснемся то, что было у нас посеяно в Ростовской области непосредственно. Следующий, Анатолий Центр в Донской, значит, мы занимаемся азимом мягкой, твердой пшеницей, азимом деревом мячным днем, рис у нас по альтарскому рыбку, слуга, слоя, мальчик, травы, слоя, всего 126 сортов, из них 105 рекомендуется потом в Кавказскому региону. Что касается в следующем месяце, следующий слайд, то, как видите, под урожай 2018 года у нас было посеяно в Ростовской области 138 сортов, из них 34 – это Анатолий Центр, 51 – Мациональный Центр, Зернание, Укяйка, Анатолий Центр, 19 – ну и прочие сорта, это 34, занимали. Надо отметить, что именно для использования в производстве в Ростовской области рекомендуется согласно ОСКОМИСИИ нашей областной 99 сортов, да, посеяно 138. Остальные, значит, сорта, которые здесь именно не допущены, использовали и не рекомендовались. Может быть, даже с этим как раз-то и связано некоторое снижение и по качеству и по урожайности. Если говорить о доле оригинаторов, то 44% – это Национальный Центр Зерна, 31 – Донской, 18 – Донской Зернание, ну и прочие институты, можно сказать, центры, занимают 6,3% в следующем слайде. Что касается сортового состава, значит, наибольшую площадь занимал в 2018 году – это Ермак, Дальний Болгром, Юка, Станичная, Таня, Губинатор Дон, Раскет, Золушка, Колын, Полны, Кантаны. Ну, как видите, мы приставлены. На эти сорта именно приходится более 50% пассивных площадей. Прочие сорта занимали 42,3%. Сорт Ермак следующий является у нас, конечно же, лидером и является на сегодняшний день стандартным сортом. С которым мы сравниваем у себя. Следующий, можно дальше. Введя сельсионную работу по равновесокому агрофорту, он является у нас по этому делу стандартным. И, как видите, на сегодняшний день у нас появились новые сорта, такие как оксидиня, находка, шеф, этюд, которые формируют значительно выше урожайность по этому предшественнику. И прибавки составляют, как видите, от 0,29 до 0,37. Если брать, опять же, сорт Стана, если это старенький, ну, в принципе, на уровне ростовчанкости, на уровне сорта Ермак. И, причем, хотел бы отметить, что, несмотря на такие жесткие условия, все-таки количество осадков, которые прошли у нас в Ростовской области осенью, и вот это в осенне-зимний период, и чуть-чуть весенней, все-таки хватило, чтобы наши сорта в наших условиях сформировали максимальную урожайность, так как, если брать период, допустим, март-май, у нас всего лишь выпало порядка 16 миллиметров осадков, причем они были непродуктивны, прежде всего. Следующий слайд. Здесь представлена уже будет характеристика наших сортов, как видите, они не только обладают высокой урожайности, но при этом более устойчивые к полеганию, отличаются высокой морозостойкостью. К сожалению, в последние годы, да, у нас происходит потепление, к нему там, можно сказать. Тут все равно вернутся те годы, когда мы вспомним о тех сорта, которые будут высоко морозостойкие. Для этого мы все равно никуда не уйдем от этого. При этом все сорта, которые здесь представлены, формируют очень высокое качество зерна, и хорошая в них устойчивость к листовым болезням. Далее здесь уже представлена лаборатория полнтенсинного типа. Эта лаборатория занимается у нас селекционной работой по пришествии к кукуруза на зерно. Но до этого при Валене-Городчик-Алименко, например, Виктор Иванович, был использовался пришествий кукуруза, носилась. Мы от нее ушли, потому что кукуруза стала, именно носилась, не востребована. Пришлось переходить на другой пришествий. Мы выбрали именно непосредственно мы кукурузу. Как видите, здесь совершенно другие сорта мы рекомендуем для среднего агрофона, можно сказать, кобидия, капризули, лид, красадона, которые были районированы в последние годы. Это период с 16 по 18 год. Как видите, новые сорта здесь также обладают высокой урожайностью, причем потенциал их более 10 тонн. Также неплохие показатели качества. Следующий слайд. Это уже группа тех сортов, которые мы рекомендуем непосредственно для жестких условий, именно для возделания по пришественнику подсолнечник. Это на сегодняшний день 4 сорта, 1-93, Тонской маяк, Аскет и Изюминка. Здесь также представлена характеристика их. Кроме этого, мы изучаем сорта по пришественникам. Следующий слайд. По таким, как черный парк, кукуруза, подсолнечники, горов. Как видите, здесь есть одна закономерность, что сорта интенсивные, те, которые сверху представлены, это зимнорад калининцев, и включая ксинью, конечно же, максимальная дать, что их на высоком агроходе. При посеве по жесткому пришественнику, именно по подсолнечнику, как видите, они снижают урожайность. Но другая группа, которая универсально считается, они наоборот формируют именно по подсолнечнику максимальную урожайность. То есть, если производитель правильно подбирает, слушается рекомендации ученых, можно просто при правильном подборе сортов просто формировать и уже, как бы, узнать, что мы получим какую урожайность, воловой сбор, только на простых, именно сорт и предшественник. Следующий слайд. Кроме этого, здесь будут представлены сейчас результаты. То, что у нас закладывались опыты по Ростовской области. Я думаю, это интересно будет, прежде всего, Песчаноковский район. Здесь было подселено 10 сортов нашей селекции. На самом центре зерна, как видите, по урожайности на первом месте кавалерка. Не вступила и в принципе оксинья. Далее идет юг, ашер, угол, находка, лидер, сночанка, селька, призу, ревелит. Сформировали наименьшее урожае. Далее. Следующий. Это уже Садский район. Березовская, Уралдона, как раз-то хозяйство. Высевались наши сарда. Как видите, урожайность неплохая была получена в их условиях от 6-68 лидер, от сардано и от других сартов. При этом по качественным показателям водоводственная, именно пшеница. Второй, третий класс, вештай. Далее также ремонтнические районы. Это восточная наша зона. Здесь уже набор совершенно другой сартов. Вы как видите, и урожайность здесь уже совершенно другая. Здесь мы закладываем уже на протяжении 8-9 лет непосредственно с администрацией района и подбираем сартаки, которые в их условиях формировали именно высокие урожаи, стабильно было в них качество. И половые сборы, конечно же, увеличивались. На сегодняшний день неплохо себя зарекомендовало в условиях именно восточной зоны. Это Красадона. Как видите, разные хозяйства были. А в течение 3-х лет высокая урожайность у нее была получена. Следующий слайд. Это уже Черковский район, Награ, Союз. Здесь уже, опять же, выходит на первое место Донская степь. Это, собственно, мы передали только в прошлом году. Дали идет Капризури, Аксиния, Красадона, Жара. Ну, данные, в принципе, представлены здесь следующие. Аблиевская. Здесь уже на сравнении, как видите, на первое место вышел сорт Красадона, Левитшевт, Аксиния. Причем по качественным показателям, как видите, это уже третий, второй класс зерна, в принципе, реально получить. И выходит, как все числа. Ну и проанализировав, конечно же, мы на сегодняшний день готовы, если вы производите, нам в каждой природно-климатической зоне Ростовской области, рекомендовать тот набор сортов, который наиболее адаптирован к их условиям. В целом, если брать, то для низкого агрофона мы на сегодняшний день рекомендуем пока 4 сорта. Это Аскет, Неверсевт, Неверсевт и Изюминка. Для среднего агрофона это Красадона, Левитка, Бризуля или других сортов. Ну и на высоком агрофоне, конечно же, подходят практически все сорта, за исключением те сорта, которые рекомендуются для низкого агрофона. Если брать их сеть по южной зазоне, допустим, на высоком агрофоне, есть, конечно же, у этих сортов они высокостепенные и есть склонность к полиганию. Поэтому именно в своих условиях мы не рекомендуем их размещение непосредственно по барам и по лучшим предшественникам следующих слайд. Чуть-чуть остановлюсь на некоторых новых сортах. Аксинья была районирована в 2014 году. Это сильная пшеница, прежде всего. По калашению данный сорт у нас и по созреваниям это на уровне сорта станичных. То есть, имея такой сорт, на сегодняшний день можно просто начинать на уровне со станичной, на уборку азима пшеница в следующий слайд. Лидия. Сорт создан на субчастие МЕРМАКа, непосредственно нашего лидера, правда, профессиональной защитой. Как видите, сорт устойчивый. Бурый, жаждащий пыль на головне, высокая засухоустойчивость у него и ряд показателей других в следующий слайд. Капризуля. Здесь уже в вратителях у нас присутствует Краснодарская, 99. И от материнской линии 239 наша селекция. Как видите, сорт мы рекомендуем для высокого и среднего агрофона. Сорт отличается высокой адаптивностью, пластичностью именно на сроке посева. Урожайность его не снижается. Далее. Лилит. Сорт создан с участием МЕРМАКа, Сюрпризовый, МЕРМАКа, 27, но 95. По качественным показателям данный сорт соответствует ценам, что лучший предшественником для него является, как ни странно, это зернобобовый. За все годы изучения максимальная урожайность получена была именно по зернобобовым, но не по черному пару. Далее. Новинка. Этот сорт был урожайнирован в этом году, в 2018-м, по Северо-Кавказскому и Нижневостному региону. Это Краснодона. Здесь присутствует в урожайниках также Ермак, Донская юбилейная и Дарумов. Как видите, урожайность средняя у нас за 6 лет составила 7,8. Превышение стандарта 0,64 тонны, если что-то считать. Характеристика есть представлены. Сорт соответствует по данным Роскомиссии. На 7,6 тянет. Далее. Изучая по предшественникам, на насчете максимальная урожайность была получена по черному пару за годы изучения. Составила предварка к стандарту почти 1,5 тонны, в Донской 7, в Пуароку 0,37 и по посолочнику 0,34. Это уже непосредственно в 2017 году, когда сорт уже был на выходе. И показал именно урожайнирование, что с положительной стороны в Тарцинском, Тарасовском, Ростовском, Азовском, Ицелинском были получены стандарты прибавки с сортом Ермак. По черному пару и по гороху увиделся на Тарцинском, Тарасовском и Ицелинском сортом участке. И далее. В Российской Федерации, значит, на пристальных сортовых участках данный сорт как бы себя хорошо показал. При этом следует ответить, что в Ставропольском крае максимальная урожайность в 2016 году была получена на Ставропольской станции 8,87. Но прибавка максимальная, 1-2 почти тонны к стандартному сорту «Гром» была получена на Александровском сортовом участке. В Озерном, Бобово, Волгарадской области, значит, сорт высокую прибавку показал на Еландском сортовом участке. Почти 1,7 тонны к стандартному сорту. Неплохие результаты были получены на СССР по данному сорту. И согласно данных изучения за два года, данный сорт был рекомендован для включения в госреестра. Следующий слайд. На следующий день, значит, у нас проходит изучение это сорта «Шерф и Тюн», «Жанна», «Донская степь», «Вольный дон», «Вольница», «Юбилей дона» переданы были, «Полина» и совместный сорт с Алтайским институтом. Это «Содружество». Если вкратце сказать, то сорта все разные. «Шерф» — это сорт устойчивый, «Этюд», это скороспелый сорт, безостый. «Жаворонок» — это сорт так же скороспелый, как и «Станичный». «Вольный дон» более направление у нас зерновое. «Вольница» и «Донская степь» — это уже сорта, те, которые формируют у нас максимальную урожайность. Они, соответственно, будут сильной пшеницей. Ну и новинки наши будут проходить только первый год, закладываются на сортовых участках. Далее чуть-чуть хотел бы остановиться на такой культуре, как озимая твердая пшеница, которая в Ростовской области имеет место. И порядка трех-пяти тысяч на сегодняшний день. Она была поселена в 2018 году. Значит, по сортам у нас 13 сортов допущено. Здесь представлены уже характеристики. Единственное, хотел бы отметить, что данная культура у нас является жаростойкой. И в этом году как раз-то она проявила свою жаростойкость. Это наглядно демонстрирует именно урожайность данной культуры. Как видите, за 12 мы получили. Дмитрий Михайлович, а скажите, сегодня продают оригинальные сорта или нет? Конечно, мы продаем за пределы Ростовской области непосредственно. А в Ростовской нет? В Ростовской нет. В Ростовскую мы не продаем оригинальные семена. Да, у нас на сегодняшний день есть опытные станции, которые вполне могут обеспечить литными семенами. А Краснодар продает, да? В Ростовскую область. И в Краснодарском крае, да? Так в крае, так и за пределами края Ростовской области, Ставропольских, край ежегодно. Более чем 500 тонн оригинальных семян у нас покупают товаропроизводители из Ростовской области, Ставропольского края. А на Ставропольские оригинальные семена продаются? Да, оригинальные семена продаются. Почему? И в Ставропольском крае, да? Конечно, когда будут выступать, но когда будут гладить, я вам расскажу, почему. Ага, хорошо, да. А вот у вас аргументация, Дмитрий Михайлович, почему в Ростовскую область нельзя? Я понимаю, что мы уже несколько лет эту тему поднимаем и жалуются, что нельзя купить оригинальные... Ну ладно, только в Воронеже. Вот один из путей. На сегодняшний день мы, не скажем, что мы там не продаем, все равно какая-то часть, отдаленные районы от Вернаграда, конечно же, туда поступают семена. Но на сегодняшний день, если говорить о площади, у нас в принципе земли хватает, чтобы обеспечить Ростовской области именно элитой. Здесь, тем более, мы можем контролировать производство семян в Ростовской области в последние годы, к сожалению, в этом году идет именно фальсификация семян. Столкнулись мы в этом году с красой Дона, которую предлагают у Ростовской области, причем первая репродукция, если мы ее не продавали, не реализовывали. То есть здесь уже идет арман техоспроизводителей. Ясно. Хорошо.